Да, кто? Анжела, как ты не знаешь клиентов? Иду. Иду, блин! Лёша, подойди, пожалуйста, что тут? Вот смотри, здесь низкое давление високое получает, там откуда давление с первоначального. Ну я понял. Ну блок вот этот снимай. Снимай, я подойду, потом посмотрим, что внутри. Слушай, там может что не даёт форсунка? Ну глянем потом. Опа, какие люди! Девушка, вы можете там жить переедете, а? Чё на этот раз? Стойки тут новые, амортизаторы новые, рычаги поменяны. Защита Картера четвёртая за полгода. Как можно к машине относиться? Я её знаю лучше, чем свою жену уже. Тут нечему больше ломаться. Вы смеётесь, что ли? Не течёт водичка на лобовое стекло? Тут разбираться надо. Может и движок перебирать придётся. Чё вы смеётесь? Масло протечёт через выхлопную трубу на рессоры. Инжектор у конец, карбюратор у конец. Всё, можно выкинуть. Короче, я меньше чем за трёх, даже залазить туда не буду, правда. Отходите, можете к официалам поехать. Сейчас вам там тысяч двадцать насчитают, нормально, как обычно. Смотрим за трёху. Поднимайте капот. Вы чё не знаете, где капот у вас, что ли, поднимается? Уйди! Уйди отсюда! Да какие три тысячи девушка, я пошутил. До свидания. Да не надо ничего, нет. Да не надо, ничего не надо. Отстань. Наташа. Слышишь? Это я. Чё ты как малолетка себя ведёшь на туре? Да никто не будет там к вам приставать. Слышишь? Поехали. Поехали. Мы же культурные пацаны. Посидим. Шашлык-машлык, банька, вискарик. Мне с Питера подарок такой передали. Аж ног не на ногах не имеют. Да ладно тебе. Ну Юру возьми с собой. Поедет, поедет. Ну скинь мне её цифры, я с ней сейчас сам потрещу. Скинь, скинь. Погоди секунду. Слушай, а мне вторая линия тут прорывается. Давай, я через полчаса заеду, собирайтесь. Да, Ирны цифры кинь мне. Ага. Всё, давай. Алло. Да, 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 алло. Здорово. Да, здорово. Можешь подъехать ко мне в сервис? Что там у тебя? У меня есть кое-что, что тебе очень, наверное, понравится. Ну давай, сейчас подъеду, хорошо. Давай, жду. Да, давай. Слушай, ну я, конечно, не барыга. Ну что ты вообще решил, что она представляет какую-то ценность? Может это фейк? Сам знаешь, сколько сейчас блевотин на рынке. Похоже, базаров нет. Я ко мне много крупных видел, очень похоже. Ну, брать за 50 косарей. Да и на кое оно мне? Оно же женское. Слушай, ну могу такой вариант предложить. Хочешь, пахан из Лондона вернется. Я попрошу, чтобы он ювелиру своему показал. Ну это через пару недель не раньше. Слушай, откуда оно дело? Обиделись мы. Сто пудов подрезал у кого-то. Кольцо забери. Ты Мазду делал коричневую? А? Кто делал? На улицу зови его. На улицу зови его. Быстрее мне. Ты Мазду делал коричневую? Ты, да? На меня смотри, мразь. Ты что колеса не закрутил, сука? Она ж погибла из-за тебя, тварь. Тварь, блядь. Что? Какая незамерзайка? Какая незамерзайка, блядь? Дебил, у нас свадьба через месяц должна была быть. Она ребенка моего носила. Я умею тебя. Что, попросил об этом кто-то? Может, конкуренты мои? Говори. Говори! Говори, сука! Здравствуйте. Так, закрытая черепно-мозговая. Сотрясение. И... Маша! Мария Михайловна! Мария Михайловна! Вниз спуститесь в приемный покой. Вас там около аптеки уже полчаса ждут из фармакологии. Потом ко мне подниметесь. Хорошо? Так, это вас в автосервисе избили, да? Не тошнит? Голова не кружится, нет? Ну и славненько. Ну-ка, за пальчиком посадите. Так. Так. Вот и славненько. Замечательно. Аня, значит, записываем. Так, давай, пенталгин ему три раза в день. Папаверин два раза в день, чтоб не тошнило назначим. И минимум. По половиночке. Только по половиночке. Больше не пейте, ладно? Неделечку пропьете вы это все дело. И потом ко мне снова на прием придете. Ладно? И не волнуйтесь вот так. Травма у вас не тяжелая. Жить будете? Ну, пару лет точно протянете. Извините. Глюкозку ему поставь еще. Разик. Так. Вам сейчас укольчик сделают. И вы потом на четвертый этаж вам подскажут. Поднимите, пожалуйста, ко мне в кабинет. Там вас участковый ждет. Ладно? Все. Через неделю с вами увидимся. До встречи. Не переживайте. Сергей Семенович? Одну секунду. Да, да, да. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Извините, чай не предлагаю, кабинет не мой. Как себя чувствуете? Да, досталось вам, конечно, крепко. Я понимаю, ситуация, конечно, нездоровая. Ну, и вы, вы поймите. Он, ну, ехал по телефону с ней разговаривал. Она ему туда-сюда, я в сервис там, мол. Через полчаса, говорится, и звонят. Бац. Приезжайте. Опознайте. На ста километрах в час два колеса одновременно отскочила. Вот ты механик, скажи мне. Может такое быть, а? Ну, ты не парься, к тебе претензий нет. Мы камеры посмотрели, ты колеса не трогал. Короче, заяву писать на него будешь? А? Вот сейчас мужчина. Вот это реально поддерживал. Вот тут красава, по справедливости разобрался. Человек горечнул, я согласен. Но ни к чему эти все проблемы с заморочкой мне на участке. Мне тут через пару недель старлее должны присвоить. В принципе, что, тогда не задерживаем. Вот вещи, которые были при вас, когда вы попали в бессознание в больницу. 1500 рублей, мобильный телефон, паспорт. И кольцо. Красивое. Забирайте. Ваше? Кольцо. Ваше кольцо? Че молчишь? Кольцо твое, говорю? Че ты как рыба, кольцо, говорю, твое? Ты щас нос из башки выковыривать будешь, слышь, гнида. Кольцо, говорю, откуда? Кольцо откуда твое, говорю? Ты че, дебил? Разговаривать разучился? Кольцо где взял? Я щас шокер достану, буду тебя бить до тех пор, пока зубы высыпаться не начнут. Кольцо где взял? А? Да ладно, шучу я, ты че, бля, напрягся, побелелешь. Спокойно. Шутка, шутка. Я в театральный в следующем году собрался поступать. Вот, репетирую иногда. Судя по твоему лицу, нормально поступлю. Забирай давай свое барахло, додуй отсюда. Нафиг оно мне упало, твое кольцо, может, ты украл его. Разбирайся тебе, дело поднимай, открывай. Давай, забирай. Да правда, правда, не бойся, бери, иди, свободен. До свидания. До свидания. Мне 250 многодетных в этом квартале расселить нужно. Я только что с губернатором разговаривал. Тебе подробно рассказать, что он мне говорил? Братя тоже спрашивал, между прочим. Давай, решай вопрос застройщикам. Да мне плевать на сроки, Володя. Напомни ему, как он тендер выиграл на эту землю. Направо здесь. Да и не тебе. Но. Слышь, и там про 10 двушек ему напомню. Что-то я документов так и не видел. Там три, между прочим, твоих. Все, отбой, у меня звонок. Да. Какой участковый? Санитар, сделай потише. Ну. Что хотели? Секундочку. Секундочку. Да. Володя, на какой, интересно, блядь, статье у нас 600 миллионов валяется, а? Чего? Ты больной, что ли? Это деньги Министерства обороны. Тебе за них простату выдернут. Даже знать ничего не хочу. Звони застройщику, я сказал. Он 200 по программе выделит. 50 найдет где-нибудь. 60, 60. Все, звони ему, я тебе говорю. Да, да, да. Слушаю вас. Какое кольцо? Не понял. Что? Останови машину. Останови машину. Прижимайся справа, останавливайся. Да, да. Так. Так. Ага. А с чего вы решили, что это оно? А? А, ну да, фотографию давал, помню. Отлично. А где оно сейчас? Ага. В каком? Ну вот так, как я узнаю? Понял. А вы где сейчас находитесь? Городской, да? Ну, будьте там. Хочу отблагодарить, подъехать. Ждите там. Спасибо. Всего доброго. Санитар. Короче, едешь сейчас в больничку. Там участковый сидит, хлопну его. А потом в автосервис. Кольцо нашлось. Там ты сразу поймешь, у кого. Вот такая, говорят, пачка разбитая. Забирай его. И самое главное, узнай, кто еще про это знает. Ну, а дальше по схеме. Ты понял? Твою мать. Да. Володя! Пошел ты нахуй, Володя! Жарко здесь, да? Ну вот, лучше. Меня Сергей зовут. А тебя? Это юмор такой. Я люблю эту котельную, знаешь. Немного связанная с ней. Детство прошло. Меня когда отчим долбил, я убегал от него и здесь прятался. Потом я вырос, купил ее и завалил, и завалил его здесь. И завалил его здесь. А вот это наверняка. Знаешь, я в детстве изучал анатомию. Мне нравилось так. Я не понимал, почему, зачем она нужна. Когда вырос, понял. Только благодаря ней можно понять, ну, к примеру, как больнее сделать человеку. Или как, допустим, отрезать у него что-нибудь и совсем не сделать ему больно. Ну, согласись, что вот, к примеру, просто отрезать палец, это скучно, неинтересно. Ну, покричал, потерял сознание, и все. А вот если в пучок воткнуть пику и попрощить немножечко вот так, вот тогда самое интересное начинается. У меня для тебя подарок. Сейчас. Сейчас. Да-да. Красота. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 А кто вернулся к нам? А кто к нам вернулся? Ну, вот видишь, все хорошо. Ты знаешь, зато теперь здесь есть и твой запах тоже. Давай так. Я убью тебя очень быстро, и тебе не будет больно. Взамен ты мне скажешь, кто еще знает про это кольцо? Где ты его взял, мне плевать. Все равно все те, кто дотронулись до него голыми руками, давно сдохли. С тех пор, как 20 лет назад его откопали под Алматы, его коснулось больше сотни человек, и каждый из них не прожил даже суток. Большинство умирали сразу, как только выпускали его из рук. И только мой босс догадался, как управлять этой силой. Всего-навсего нужно держать его под кроватью и не трогать руками. Оно дает власть. Власть. Силу. Богатство. Он за год из какого-то нищего археолога превратился в мэра нашего города. Все благодаря ему. Если бы год назад его не украли, он стал бы губернатором и президентом, но... Такая разница. Ну что, ты вспомнил, кто еще о нем знает? А? Я тебе сейчас бедренную кость от мягких тканей отделять начну. Говори лучше. Говори. А? КРИК Сука. Говори, не тварь. Ну что ж, так не надо. Правду не сказала. Продолжение следует... Твою ж мать, а! Все, сука. Товарищ генерал! Товарищ генерал! Здравия желаю. В общем, ситуация неоднозначная. Очень странно все. У водителя просто остановилось сердце. Из того ни сего успел остановиться, нажать аварийку. Видимо, плохо себя почувствовал. Но это полбеды. В багажнике два трупа. Один участковый 17-го отдела. Второй автомеханик. У второго больше трехсот ножевых. Я, блин, такого даже в кино никогда не видел. Ну, чья машина мы понимаем, поэтому мэру передайте, сделаем все по красоте. Там автомеханика этого, в общем, утром конфликт случился с одним парнем. Так вот, этот парень его задолбил так, что механик этот больницы очутился. Стало быть, повод был, причины были. А там дальше допишем, да, крутим. В общем, все нормально сделаем. Всего доброго. Водителя увезли уже? Да, уже увезли. За этими двумя когда приедут? Да вот скоро должны уже подъехать. Ну, давай, звони, поторопей, до ночи же не будем сидеть. Салон осматривал кто-нибудь? Нет еще. Я сам сейчас. Аллен, ну, че вы когда подъедете? А то тут уже надо увозить. Ну, давайте, поторопитесь, не надо. Че ж там произошло, а? Все, что ли? не надо. Все, не надо. Продолжение следует...